Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас видео необычного формата. Мы будем пробовать то, что я никогда в жизни не ела и не пробовала. Кстати, вот Чинара прям угадала. Все это подарила мне она. И мне кажется, она специально подбирала те продукты, которые очень трудно найти в обычных супермаркетах. Например, вот такой вот Twix. Вы его когда-нибудь видели? Я лично нет. Извиняюсь, у меня здесь просто все держится на соплях. Самая главная красивая картинка. Ну да ладно, сейчас приступим. Здесь семечки. Я потом поняла, что это семечки. Они просто очень интересно оформленные. Видела в магазинах подобные семечки. Но я не знала, что это семечки. Я думала, что это какая-то приправа или какие-то семена от чего-то. Здесь 100 грамм. Давайте откроем. Написано King. Нифига себе! Вы просто гляньте на эти семечки. Они гигантские. Они просто огромные. И реально пахнут грецкими орехами. Прям запах грецких орехов идет. Прям какие-то, знаете, гибриды как будто огромные просто семечки. Давайте попробуем. Интересно. Очень необычно. Очень. Вы знаете, не совсем напоминают семечки. Как будто что-то другое. Но мне, если честно, не очень нравится. Как-то не по мне. Пахнут очень странно. Мы все-таки привыкли к другим видам семечек. Большие они плюс какие-то странные, честно. Я бы сама в следующий раз такие семечки бы точно не купила. Поэтому из 10 я ставлю этим семечкам всего, наверное, 3. Если не 2. Очень уж на любителя. Дальше. Следующий продукт, который мы будем пробовать. Давайте что-то вкусненькое. Лейс. Я уверена, что лейс мне понравится. Просто в такой упаковке и в таком формате я никогда не пробовала. Это сметана и зелень. Очень вкусно. Аромат офигенный. Хрустящие тают во рту. Этим чипсам однозначно я ставлю 5 из 5. Вот просто без вариантов. Я вообще очень люблю лейс и принглз. А вот эти больше даже не напоминают лейс, а больше принглз. Потому что они, смотрите, такие толстенькие. Очень вкусно. Прямо останавливаться не хочется. Ну, куда деваться надо. Следующий наш красавчик. Это Твикс в таком новом оформлении. Соленая карамель. Интересно. Обычно всегда карамель бывает сладкая. Я пытаюсь максимально не шуршать, дабы не действовать вам на нервы. Но, к сожалению, не получается. Поэтому постараюсь эти моменты все повырезать. Я не чувствую, что карамель, она прям соленая. Тот же Твикс. Возможно, после чипсов это не чувствуется. Но я одобряю. Это действительно очень вкусно. Ну, как и обычный Твикс. Мы двигаемся дальше. Вот эту вот красоту я тоже никогда не пробовала. Это вроде как чипсы. О, прочитала. Чипсы написано. Они со вкусом пиццы. Но, мне кажется, они напоминают больше сухарики. Хотя здесь написано чипс. Открываем. Нет, это однозначно просто сухарики. Гляньте на них. Просто большие сухарики. Немного жестковаты. Но это не картошка, это хлеб. Обычно же чипсы делают из картошки. А как раз таки сухарики делаются из хлеба. Здесь все сделано из хлеба. Причем он очень сильно хрустящий. Вкусно. Но мне больше, например, нравится хрустим. Или вот эти чипсы. Они тоже обалденные. Что касается сухариков. Если их сравнить, например, с чипсами Лейс, которые мы сейчас попробовали. Чипсы Лейс намного-много вкуснее. Кстати, пишите в комментариях, стоит ли снимать такую рубрику на продукты, которые в магазинах, например, особо не скупаются с полка. Пробуем и делаем выводы. Ну и чипсы, это, конечно, нечто. Это сочетание Лейса и Принглса. Дальше у нас Гонг Попс. Это что-то вроде попкорма, так я понимаю. Или каких-то хлебцев. Только они, видимо, соленые. Давайте попробуем. Пахнет, если честно, не очень. Это когда была маленькая, были чипсы, которые стоили 3 рубля. Вот эти вот как раз-таки чипсы очень похожи на те. Помните, какие странные формы были? Каких-то российских производителей. Могу поставить шестерку из десяти. Я все-таки тот человек, который ест все то, что когда-либо пробовал и что мне понравилось. Что-то новое мне как-то сложно заходит. В ресторанах я особо не заказываю то, что я не пробовала. Неплохо есть можно, но не вау. Второй раз опять же я бы это не купила. Хотя, кстати, в магазинах, видела, всегда было интересно попробовать. Лейс, это стикс. Он напоминает как раз-таки картошку фри. Точнее, один в один напоминает картошку фри. Я уже пробовала. Это очень вкусно. Заценим вместе. Очень вкусно. Мне очень нравится формат. Смотрится прикольно. Очень напоминает картошку фри. И даже вкусом чем-то напоминает. Однажды, по-моему, на мукбанке то ли пивная тарелка, то ли что-то связанное с пивом. Я вам уже снимала. С такими чипсами. Что касается чипсов, мы уже закончили. Как вы уже поняли, мой фаворит это вот новые чипсы. От Лейс. Сметанная зелень. Выглядит упаковка вот так вот. Просто покупайте, не задумываясь. Потому что очень вкусно. Что касается всего остального, есть можно. Но прям эффекта вау они у меня не вызвали. Что касается итальянских чипсов, это просто самые обычные сухарики. Причем очень жесткие и не очень вкусные. Так что не особо советую вам. Орео, который совершил самоубийство. Открываем. Здесь еще одна упаковочка. Я не могу себя назвать прям фанаткой. Но мне нравятся эти печеньки. Я просто особо печенье не очень люблю. Очень вкусно. Очень нежно. Прям тает во рту. Пять из пизем. Нежнейшие. С чаем прям пушка. Но у нас чая нету. Носок. Следующая вкусняшка, которую мы будем пробовать. И, кстати, последняя. Это Абискалата Муд. Тоже ни разу не пробовала. Я видела в магазине в другом формате. Это немножко отличается. Попробуем. Как пахнет, ребята. Просто гляньте. Внутри вот такие вот штучки. Напоминающие звезды. Просто 10 из 10. Очень вкусно. Внутри такой, знаете, как будто расплавленный шоколад или нутелла внутри. На этом все, мои хорошие. Очень мне понравился вот этот вот десерт. Это прям нечто. Очень вкусно. Орео тоже. Орео, как всегда, на высоте. Но он есть разных видов. Там есть с клубникой. Самый обычный классический. Это шоколадный. Шоколадный просто бомба. Так по секрету вам, девочки. Если вам понравился подобный формат, где я пробую продукты, которые никогда не пробовала. Возможно, вы тоже не пробовали. То обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях. Я буду и дальше снимать подобный формат. Всех люблю. Целую. С вами Блайк Эмили. Пока.